друзья все большой привет мы находимся с вами в риге мы сегодня гуляем по риге есть немножко времени смотрите наши трамваи это одиннадцатый трамвай идет на межопарк зоопарк у нас находится в той части и вот он вышел с начальной точки и пошел до межопарка здесь мы видите много-много магазинов аптеки перекусить можно что-то купить кофейне в общем магазины сплошные магазины если пойти прямо но это мы с вами сделаем другой раз сегодня мы пойдем уже на привокзальную площадь будет старушка наша так называемая старая рига а мы с вами находимся на бульваре от спази и здесь у нас находится в факультет бизнеса экономики и управления латвийского университета вот такое огромное красивое здание у нас так его сразу не показать все в кадре ну вот так вот частями можно показать большое огромное просто здание там у нас был он да получается бульвара спази а улица крещенобарона такие вот красивые тут скверчики такие вот олевички здесь у нас алипки алипки уже цвели просто лавочки уже не восстановлен даже не смотрели их смотрю что уже запущенном таком состоянии очень интересные такие две табуреточки друг напротив друга наверное что ввести умные беседы на тему экономики странные заметила я здесь гортензии у меня вот такого вот сорта кстати гортензии нету я смотрю такие крупные крупные белые цветки а вот такая вот у меня тоже есть это вот шапками она идет здесь уже поломали или ветром или вот такие вот красивые белые шапки а потом они должны как бы если я правильно помню должны будут розоветь краснеть смотря какой сорт в общем такие вот огромные огромные шапки здесь здесь очень понравилось и так смотри сейчас мы с вами подошли к латвийской национальной опере и балету она находится другой стороны мы сейчас с вами туда обязательно подойдем а я подошла посмотреть вот на такую красоту тут очень смотрю гортензиям очень нравится расти просто шапки огромные я честно скажу не видела таких такого количества таких огромных огромных гортензий у меня они посажены но не такие крупные но тут же просто загляденье вот смотрите какие огромные огромные шапки вот такие ивы тут сидят растут на берегу ну такой канал но здесь ходят у нас конечно кораблики но выглядит это все такое грязное что они не знают тут вот вот дальше если посмотреть можно увидеть вот такой вот красивый фонтан у нас и вот эти вот ивы спускаются так красиво к воде уровень воды нормально я так смотрю еще не тихо крайне сильно критично вчера по территории латвии в том числе прошел торнадо такой но разрушение конкретные как раз коснулись нашего города где я живу прошел торнадо за городом слегка ну буквально не хватило скажем но я не знаю километра от города полностью тогда бы я не знаю что было в городе прошло по частному сектору и крышу домов снесло теплицы в общем страшная картина была вчера но слава богу это как бы нет не такое огромное количество разрушений вот такой вот красивый фонтанчик у нас а непосредственно вот это огромное здание это латвийская национальная опера мы сейчас посмотрим как же она выглядит с лицевой стороны сейчас мы зашли как скажем в черного входа где приезжают автобусы где приезжают артисты все они здесь заходят чтобы их не видели еще раз посмотрим на этот красивый красивый фонтан природа такая проходит в латвийском латвийской оперы концерты все проходит как бы но я не так скажем не центральная не балетный человек и не моя тема ну так вот смотрим теперь опять же на архитектуру старой риги не идем непосредственно уже к лицевой стороне опера латвийской национальной чтобы попасть к балет на копере с правой стороны вот такой красивый мост со старинными как будто бы фонарями а вот это вот скульптура я долго думала потом подошла и почитала сейчас мы с вами и пройдем с другой стороны еще такая вот красивая элегантная фигура мужчины и знаете что я вам скажу это памятник так вот так сделаем это памятник рижанину выдающемуся артисту балета марису рудольфу лепы дар бориса и инары тетеревых городу риге автор ян домик и и оявер это памятник марису рудольфу лепа вот так вот потому что я понимаю что здесь он провел много выступлений итак сейчас мы находимся на лицевой стороне латвийской национальной оперы сейчас я вам покажу как же она красиво выглядит мы с вами все поизучаем и так что же у нас украшает латвийскую оперу посмотрите какая красота национальная опера и львы с крыльями люди с королями вот так вот красиво здесь у нас ну а мы с вами пойдем дальше мы еще к опере вернемся ой погода сегодня просто и посмотрите снова у нас этот вот пышные пышные гортензии сидят они тут смотрю вообще на каждом шагу и сейчас мы с вами подойдем вот к такому вот памятнику рассмотрим его поближе давайте мы сейчас с вами посмотрим а что же это за памятник памятник мэру города риги с 1901 по 1912 джорджу армистеду это вот потомки его подарили в риге знаю по экскурсии рассказывали нам что он очень много сделал хорошего для риги и решили вот так вот немножко его увековечить память далее мы пройдем по такому как саду возле латвийской национальные оперы сирене цвела ту и уже вон какие огромные шишек очень много на елих огромный огромный гортензия еще очень много цветов очень красиво здесь и там вот мы с вами будем наблюдать еще один фонтанчик и вон еще одна гортензия сейчас туда мы подойдем вот вы красивый у нас тут фонтан так скажем писающие мальчики и так далее так сейчас я вам покажу еще вот цветы какие тут у нас и и непосредственно вот так вот выглядит латвийская национальная опера так вот красивый фонтан его отреставрировали какое-то время он не работал сейчас опять начала работать красиво выглядит это все а сейчас мы с вами непосредственно увидим памятник свободы мы подходим опять же мостики мостики памятник свободы находится недалеко вот на латвийской национальной оперы впереди у нас там бастионная горка но я думаю что сегодня мы туда не успеем но обязательно обязательно будут еще у нас видео отсюда там вообще все то красиво все только похоже на приятно смотрели так вот памятник свободы милда держит три золотые звезды курсом замгал виден лат гола не было а не помню в общем так ну в общем три звезды слады тэвзэм и он привыбай тэвзэм это тэвзэм это земля отца и привыба это свобода вот так вот переводится у нас это все выглядит красиво конечно красивый такой парк я смотрю что в этом году вообще каждый год было что в ринге очень много гортензий посажены может найти как пока у меня не было на фазенде гортензии не обращала внимание теперь идешь смотришь какая красота как у всех много здесь вот тут упала дерево это понимать такие уже вековые старые старые деревья конечно не что-то мне упасть там не смотрю какой-то женщина кормит птичков до много птичек в принципе вороны ну да ворона вам баклан сидит один огромный и очень-очень-очень много цветов все в принципе наша экскурсия на сегодня закончилась спасибо всем за внимание всем пока 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 пока